Я была очень удивлена, когда после молитвы покаяния, когда я уже получила рождение свыше, и я вдруг обнаружила, что я исцелена еще и. Я была удивлена и немножко, может быть, да я даже не радовалась, потому что, потому что, когда ты знаешь Бога, то, наверное, всем хочется поскорее уйти к Богу, в вечность, на небеса. И исцеление меня задержало на этой земле, поэтому я не очень радовалась исцелению. Больше я радовалась тому, что проучены грехи мои, что я новый человек, что я буду жить вечно. Уже не важно, больна я здесь, здорово. Но я была исцелена в 22 года, болела я 7 лет, диагноз подтверждался в самых видных клиниках, постоянно подтверждался, то есть ошибки здесь быть не могло. Это было, на самом деле, исцеление. Бог дал мне двоих здоровых сыновей, что и медицинские подтверждают, что это было именно исцеление, а не ремиссия, не задержка болезни. И исцелена была не только от рака крови, но и от других сопутствующих заболеваний, за что, конечно, я благодарю Богу, что я себя хорошо чувствую, и сам факт является чудом. Но не это было главное, когда я шла ко Христу. Главное было знать Бога, быть другим человеком и делать что-то доброе на земле. Сразу же после молитвы я стала жить как здоровый человек, но не задумывалась об этом. То есть исчезла слабость, сразу же восстановился иммунитет, и перестала болеть, простывать. В общем, я стала жить, бегать быстро, делать много дел, и я не подумала, почему это со мной. Я совершенно забыла о том, что я когда-то была больна, и что я веду тебя иначе. И я стала задумываться, что я исцелена. Я неожиданно через месяц после исцеления обнаружила у себя много лекарств, таблеток. И я смотрела минут пять и не могла понять, что это за вещи. Что такое таблетки и зачем они существуют, я забыла. Об этом, когда я увидела эти таблетки в очередной раз, я просто не могла понять, что это за вещь, как она называется. И я через пять минут сообразила, что это то, что я постоянно ела с утра до вечера, пила, имела на всякий случай. И тут я вспомнила, что у меня было много болезней, при которых эти таблетки очень помогали мне. Потом я сообразила, что я их, оказывается, не пью, не пользуюсь ими. Что это значит? Это значит, что я здорова. И это через месяц после исцеления я произнесла, ага, значит, я здорова. Я догадалась, что я здорова. Поскольку я пришла 100 сеансов гамма-облучения при лечении рака, то был убит иммунитет, защита организма, пострадала память, заболели все остальные органы. То есть меня так лечили, хорошо, что нарушили весь организм. Поэтому я поддерживала свой организм всякими таблетками и защищалась от всяких инфекций. Рак здесь был совершенно ни при чем. Я лечилась от других болезней, сопутствующих. Вот, поэтому, поскольку исчез рак и все остальные болезни, естественно, что и не потребовали все остальные таблетки. Вот и все. Но это не только это, потому что доказательства более веские есть. Ну, во-первых, через год после исцеления я уже родила первого своего сына. И каждый врач скажет вам, что при лимфограмматозе роды означает смерть роженицы, стопроцентную. То есть если бы я не была бы исцелена, я умерла бы после родов. Обязательно. Это вам скажет любой врач. Сам факт рождения здорового ребенка, то, что я осталась жива, означает, что полное исцеление наступило. Ну, а через 9-3-2-го сына тоже здоров, а я по-прежнему здоров. Так что это уже научные доказательства исцеления. Перестала думать о своем здоровье, значит, что-то меня заинтересовало больше, чем жизнь. Что-то заинтересовало меня больше, чем жизнь или смерть. Ну, во-первых, для меня было сразу после молитвы покаяния огромнейшая радость. Огромнейшая радость. И такое ощущение, как будто я вышла в новый огромный мир, где все очень интересно. И прежний мир просто перестал меня интересовать. Потом меня поразила переполненность любовью. Я совершенно какой-то огромной любовью любила всех людей на улице. И я не знала, как выразить эту любовь, кому что там подать, кому подать стул, кого обнять. А я была совершенно чужой. То есть любили всех нищих этих, пьяных и несчастных этих вот жалких людей, которых обычно не видели, не замечали, да? Да. Я любила их всех. Я не знала, чем им помочь, что сделать. Я шла по улице, искала, как бы сделать что-то доброе. Причем, видимо, это было так написано у меня на лбу и так сияло в глазах, что люди смотрели на меня удивленные. Прохожие не могли понять, что за человек идет по улице. Почему я, значит, улыбаюсь всем. Почему я какой-то другой человек. Переполонность любовью, потом огромная радость и погружение в Библию, которая вдруг открылась передо мной. Я не могла дочитаться, читала день и ночь. Я залпом прочитала ее все от начала до конца. И мне казалось, я поняла все, увидела все, у меня все было открыто. Потом встреча, личная встреча с Христом. Кто-то постоянно был рядом. Я называла его тот, кто видит меня, потому что на меня постоянно кто-то смотрел. Я это постоянно видела с небес. И я не знала, что это Христос. И вдруг я ознакомлюсь с тем, кто постоянно был рядом со мной. Я удивлена, что его зовут Иисус Христос, что он, оказывается, Бог, что он, как выяснилось, любит меня и имеет на меня планы. Вот произошла личная встреча с ним, и это знакомство было удивительным. И оно диалог, постоянный диалог с Христом, который шел рядом по улице, который стоял рядом со мной в комнате. Я его видела духовными очами. Я с ним постоянно общалась. Это было очень интересное и радостное общение, которое занимало все время. Поэтому все остальное меня перестало интересовать. Музыка